Менеджер торговой сети 28-летний Тахир Тахтахаджаев до сих пор не может оправиться от общения со своим работодателем. Синяки по всему телу, выбитые зубы, разбитое лицо. Таков результат поездки на дачу к Босу, причем не по своей воле. За мной приехал Максат, правая рука нашего шефа. Приехал, мне сказал, что хочет видеть меня на Бахатбе Кирилл Ильич. Заехали в паркинг, там его машины не было, и после я вышел, Максат начал меня бить, пинать, я упал, начал пинать по ребрам, там спустился на лифте Бахатбек, я уже лежа, начал меня так же добивать, пинать. На выходе они посадили меня в Бахатбеку машину, на дачу Бахатбека, он оторвал от кресла качалки подлокотник, начал им бить, после чего, когда я защищался рукой, пнул в область сердца, где я полностью, как сказать, отключился. Парни обвиняли в утаивании выручки, избиения продолжались 4 дня. После чего Максат мне сказал, снимай штаны, Гомик, сейчас тебя будем насиловать, начал Бахатбеку, сказал, вы, говорит, езжайте, чтобы сейчас люди приедут, свое дело сделают, говорит, я сниму на видео. После этих слов я уже сразу помчался в сторону речки, вижу, что сзади Максат бежит за мной, я прыгнул в воду. Похитители устроили погоню за беглецом, однако ему все-таки удалось сбежать. Вернувшись домой, он обратился в полицию. Поступило заявление от гражданина Токтахаджаева Токки Рустевыча по факту совершения в отношении него, руководителем ТО, который он работает, сеть магазинов дефиле, было совершено с применением насилия, было совершено преступление с применением насилия, опасного для жизни и здоровья по предварительному сговору с лицом по имени Максат, в частности, избиение, похищение из дома 29 мая 2015 года и незаконное лишение свободы путем содержания в даче. Между тем, случай с Тахиром оказался только первой ласточкой в рабочих буднях сети магазинов. Сегодня поступило еще три заявления, то есть является, значит, это не единичный факт, в отношении своих сотрудников он совершил таких преступников. Вот эти заявления, которые покупали, аналогичные? Аналогичные. Нет, похищения там нету, там самого правства. Выбивал, значит, применим физическую силу, тем же общникам своим, значит, требовал и заставил их написать расписку о задолжении денег. Прокуратура ходатайствовала об избрании для подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей, однако Альфа-Рабийский суд ограничился домашним арестом. Сам главный подозреваемый отказывается от общения с прессой. С журналистами разговаривает его мать, и то только через закрытые двери. Мы с потерпевшим родственники. Можем и сами договориться. В Альфа-Рабийском районном суде отказались комментировать, почему подозреваемый в столь тяжких преступлениях гражданин оставлен под домашним арестом. Родители пострадавшего парня намерены добиться законного наказания и прощать похитителей не собираются. Редактор субтитров А.Семкин